Здравствуйте, друзья! Вы попали на канал Андрея Ващенко, который посвящен электротяге, электротранспорту и все, что связано с аккумуляторами. Вся основная информация разбита по плейлистам. Прежде чем задавать вопросы, посмотрите, пожалуйста, видео сначала. Те вопросы, которые у вас возникнут, если они не освещены в видео, то я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях. Электрической темой начал заниматься лет 8 назад. Начиналось все с первого обычного велосипеда на обычной раме. Пришлось аккумулятор вставлять в треугольник рамы, и было с этим очень много проблем. Сначала на багажнике, потом уже пришлось поставить его в треугольник рамы, потому что на багажнике его слишком сильно кидало на дороге, и был он неустойчивый. Ну, как раз все началось с обычного велосипеда. Когда были скорости около 40 километров в час, уже стало некомфортно ездить без заднего подвеса. Электровелосипед основан на раме российского производителя. Называется версия эта рама. Развивает скорость данный велосипед. Пока что максимум я 90 километров в час на нем разгонялся. Мощность мотора 5 киловатт. Мощность батареи 2 киловатт часа. Контроллер китайский на 9 киловатт. Бюджет примерно около трех с половиной тысяч долларов. Кто-то говорит, что купил бы приору на эти деньги. Но на приоре не получишь тех ощущений просто, которые можно получить на данном велосипеде. Это, конечно, игрушка. По большей части игрушка. Ну, два года получается уже. К прошлому лету готовил, так и не получилось доделать к лету. Только к осени немного покатался и все. Ну и потом доделал уже за эту зиму, за вторую, новый аккумулятор. Сейчас уже более уверенно можно кататься. Он более надежный. Когда я начал этим заниматься, особой информации, в принципе, много не было. О сайте электротранспорт.ру я не знал. Там, кстати, тоже много информации по данной теме, можно вычитать. Увидел колесо на Алиэкспрессе. Много очень стало появляться в продаже моторов. Начал интересоваться, смотреть характеристики. Ну и остановился на моторе Golden Motor фирмы Magic Pie 3. Чем мне понравилось, что выглядело интересно, красиво. Контроллер был встроен внутрь. Все компактно выглядело. Ну и решил заказать его. Конечно, он вышел дорого, но... Сейчас уже опыта много. Сейчас бы я, конечно, уже такой мотор не заказал. Хотя тем, кто собирает что-то такое до 30-35 км в час, в принципе, можно и такой мотор, что-то попроще. Но как бы я уже с этим наигрался, и мне это уже не особо интересно. Хочется что-то мощнее, намного мощнее. Развиваться еще есть куда, конечно. Я хочу собрать на базе какого-нибудь кроссового мотоцикла уже, и чтобы реально можно было колесить по нормальным таким качкарям, камням. Все равно ощущение, что рама может развалиться, остается, когда едешь на больших скоростях. Ну и при скоростях 80 км в час, если особенно рюкзак тяжелый, велосипед все-таки козлить начинает. С этим я буквально недавно столкнулся. Для больших скоростей с весом, с рюкзаком, с багажником уже нужно что-то потяжелее. Я бы давным-давно начал бы собирать на базе кроссового мотоцикла, но проблема его будет вытащить. Я сказал стартуем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok